О каком перемирии можно говорить? Вы посмотрите эти тезисы, которые Порошенко выдвинул якобы для перемирия. Это первое. Второе. Ни минуты перемирия не было. Как продолжали бомбить жилые кварталы, так и продолжают бомбить жилые кварталы. О чем можно говорить с людьми, которые не отвели оттуда войска? Но даже если они отведут войска, там останется огромная куча оголтелых, плюющихся ненавистью людей, вооруженных до зубов. Поэтому остановить это не сможет Порошенко. Не хватит у него духу, не хватит у него смелости, не хватит у него ресурса. Как оно должно остановиться? Не знаю, но остановиться необходимо уже вчера, потому что там гибнут люди. Я не знаю, можно ли реально добиться перемирия, но добиваться нужно до тех пор, пока оно не наступит. Выхода нет никакого. Это есть смысл жизни. Потому что дальше смысл смерти. Военным не надо давать политического козыра. Их послушаешь, такое ощущение, что никто живым потом скоро не останется, а ночью. Потому что, мне кажется, их к этому учат. Если бы Украина хотела перемирия, я имею в виду официальная Украина, оно давно уже случилось бы. То есть никому в Донецкой области война не нужна. Они не воюют ради войны. Они защищают собственный дом. Думаю, что Киев неизбежно столкнется с тем, что ему придется предложить выгодные условия для ополченцев. Либо ситуация никогда не будет контролируемой. Киев неизбежно.